Людмила Шейрзат ловко справляется с рутинной домашней работой – уборкой, мытье посуды. Только порядок она наводит не на своей кухне. Людмила вот уже пять лет работает соцработником. К супругам Шантимировым, имеющим проблемы со зрением, она приходит два раза в неделю и помогает справляться с разными трудностями. Людмила готовит еду, ходит в магазин, помогает содержать дом в чистоте, если нужно, сопроводит и в больницу. Люда – это нам просто выручатель. Наша дочка стала она, потому что она заботливая, энергичная, все быстро схватывает, помогает. Без нее, как без рук. Это наш самый близкий человек. Строитель по основной профессии Людмила дополнительно окончила специальные курсы для того, чтобы стать социальным работником. В этом году решила поступить на заочное отделение психологического факультета. Говорит, такие знания в ее работе лишними не будут, ведь кроме помощи физической нередко люди нуждаются и в поддержке психологической. Быть соцработником непросто, но Людмиле нравится. Знаете, да, у меня есть двое подопечных, которые я к ним уже 5 лет ровно хожу. Их у меня двое осталось. С 2017 года, как я пришла, так до сих пор я с ними работаю. Да, очень теплые отношения. Но я стараюсь со всеми, как бы, ну, у каждого свой характер, конечно. Стараюсь подстроиться, как говорится. Ну, получается, вот по этим 5 лет и работаю. Людмила работает 5 лет, а вот отделение социальной помощи на дому существует с 1987 года. Сегодня они празднуют 35 лет со дня основания своей службы. Когда отделение только открылось, подопечных было всего 15 человек. Сейчас в помощи нуждается 336 человек, и их обслуживанием занимается большой коллектив из 42 соцработников. Может быть, их работа незаметна для окружающих, но те, к кому они приходят, чтобы помочь преодолеть трудности, говорят, что справиться без помощи соцработников было бы очень сложно. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН.